Здравствуйте! С вами канал Полярного Мишки. Сегодня мы будем с вами готовить запеканку. Очень вкусную и сочную. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца и пишите комментарии. Вот у нас кусок мяса, который остался с прошлого блюда. Разделим пополам. Нарежем на вот такие вот тонкие куски. Нам нужно приготовить все мясо, вот так вот разрезать, чтобы потом оставить в маринаде. И мясо в маринаде пробудет примерно минут 15-20. Сразу сюда. Этот кусок у меня чуть-чуть толще. Поэтому кусочки сделаем поменьше. Кстати, не обязательно брать свинину. Вы можете также использовать курицу или же говяжий фарш. В маринад соли добавлять не будем. Мы сюда добавим соевый соус. Здесь примерно 100-150 миллилитров. Черный молотый перец. И все это хорошенько перемешаем. Больше ничего сюда добавлять не надо. Соевый соус, он сам по себе соленый. Перец добавляем по собственному вкусу. Это отложим в сторону. Пусть оно маринуется. Для запеканки нам понадобится лук. Разрежем его полукольцами. Уберем его в сторону. Далее нам понадобится картофель. Разрежем его пополам. И будем разрезать на довольно-таки тонкие ломтики. Чем тоньше, тем лучше. Потому что картофель готовится долго. Нам надо, чтобы они все вместе успели приготовиться. Мясо, картофель и овощи. Тоже в сторону. Также для приготовления запеканки нам понадобится грибы, помидоры и зелень. Грибы не обязательно, но желательно. Ну что ж, их разрежем. Помидор тоже разрежем полукольцами. Убираем в сторону. Шампиньоны разрезаем довольно-таки тонкими ломтиками. Также у меня на канале, вы можете увидеть, как я готовлю соус из шампиньонов. Он подходит как к мясу, так и к остальным другим гарнирам. Убираем в сторону. Осталось нарезать зелень. Все наши овощи, заготовки уже нарезаны. Мясо маринуется. Еще раз перемешаем. И будем укладывать форму для запекания. Сейчас все укладываем уже до запекания. Здесь оливкового масла добавим. И мясо будем класть сюда. Укладываем мясо. Следующим слоем у нас идет лук. Следующим слоем у нас идет картошка. Выкладываем ломтики картошки поверх мяса и лука. Старайтесь разровнять картошку, чтобы они друг на друга по возможности меньше попадали, чтобы картошка не осталась сырой. На данном этапе посолим картошку. Соль добавляем по своему вкусу. Также немного добавим перца. Черного молотого. На картошку добавляем помидоры. Покрываем все помидорами. И следующим идут у нас грибы. Грибы тоже выкладываем так, чтобы покрыть всю поверхность. Теперь пришло время майонеза. Майонез я смешал со сметаной, чтобы он более жидким был. и покрываем майонезом всю запеканку. Ну вот, заготовка для запеканки у нас готова. Мы ее отправим в духовку, заранее разогретую до 190 градусов, минут на 40-50, до готовности картофеля и мяса. Проверяем готовность картофеля. Все готово. У нас прошло ровно 50 минут. Сейчас мы добавляем уже сыр сверху. И отправляем опять в духовку минут на 10-15, пока сыр расплавится. Через 10-15 минут наше блюдо будет готово. Ну вот, друзья, прошло 50 минут с того момента, как мы положили нашу запеканку в духовку. Она еще горячая. И после чего мы ее достали, посыпали сыром, тертым сыром. сыр расплавился. Прошло еще ровно 10 минут. Сейчас мы ее достали, посыпем зелень. И оставим, пусть все ароматы смешаются, пусть наше блюдо доходит. Через 10 минут мы уже готовы его резать. Вот такая вот красота у нас получилась. Надеюсь, рецепт вам понравился. Будете готовить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. Спасибо вам большое. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем спасибо.